Библейский портал экзегет.ру представляет Премудрый Соломон говорил, конец дела лучше начала его. Это книга Экклесиаста, 7 глава, 8 стих. Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение книги Иова. Я не могу быть уверен, что конец наших лекций лучше, чем начало, или начало лучше, чем конец. Это не мне судить. Но в данной истории Иова именно в вечернее время, когда сгущались эти образы бегемота, левиафана, вдруг появился свет, забрежил свет. И что мы здесь видим? Второй ответ Иова Богу с 1 по 6 стих 42 главы книги Иова. Слово Бога к трём друзьям Иова, 7-8 стих. Действие трёх друзей Иова в ответ на Божье обращение к ним. Об этом 9 стих. Восстановление дома Иова, и вот здесь тайна, через его Иова молитву за других. Смерть Иова, и в православной Библии есть добавочный 18 стих, и выводы по всему тексту книги Иова. Итак, второй ответ Иова Богу с 1 по 6 стих. Хотя здесь немножко непонятно. Иов как бы оказался уже категорически что-либо отвечать Богу, осознав величие всего того, что связано с Творцом. Но последние наставления Бога, они были столь грозные, столь возвышенные, что Он не может уже молчать. И мы читаем с 1 по 3 стих. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. В этих словах мы видим раскаяние Иова. Он разглашает приоритеты Бога над любой человеческой личностью. Олимпиадор Александрийский учил. Иов говорит, что он уразумел это не ныне, но знает необоримую силу Господа, и что нет ничего невозможного для всемогущей силы Божией. «Ибо кто таит от Тебя намерения, щадит слова и думает утаиться от Тебя, но я знаю и то, что Ты ведаешь о наших намерениях и знаешь все помышления, и нет никого, кто может скрыться от Твоего надзирающего за всем оком». Здесь диакон Олимпиадор как бы говорит от лица Иова, раскрывая тему его раскаяния и сокрушения. Далее с 4 по 5 стих, по 6 стих. «Выслушай», Иов продолжает отвечать, «выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе, то есть о Боге, слухом уха». О чём это? То есть то, что я слышал, это были слова. Скорее всего, имеется в виду священное предание, которое ко дня Иова, оно сохранялось именно в устной форме. «Теперь же мои глаза видят Тебя». Он видит Бога через катаклизмы природы, через могущество Его как Творца. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». От чего он отрекается? От того, что он говорил до этого. От того, что он разумел до этого. Понимал. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, кстати, автор самого серьёзного комментария на книгу Илва. Это очень огромный комментарий, к сожалению, его нет на русском языке. Объясняет пятый стих. «Я слышал о Тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят Тебя». И Папа Римский Григорий пишет. Этими словами он, то есть Иов, несомненно, прямо заявляет, что насколько увидеть превосходит услышать. Настолько он такой, как есть сейчас, пройдя через страдания, отличается от того, каким он был раньше. И потому, что он увидел яснее свет истины внутренним зрением, он более чётко различил и увидел тьму его человечности, то есть своей собственной человечности, заземлённости. Святитель Игнатий Бричунинов объясняет вот эти слова, поэтому я трекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле. «Праведный, многострадальный Иов по претерпению лютых искушений сподобился боговидения». «Тогда он сказал Богу во вдохновенной молитве, слухом уба уха, слышах тя первие, ныне же око мое види тя». То есть раньше он только слышал что-то о Боге, теперь он созерцает его величие не физическими очами, а очами веры. «Какой же плод, прозяб в душе праведника от боговидения, тем же продолжает и заключает Иов свою молитву, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». То есть подлинное боговидение – это то, что приводит нас к сокрушению и полному раскаянию. И напротив, отсутствие боговидения и боговедение делает нас упрямыми в тех или иных своих ошибках и заблуждениях. Далее, седьмого по восьмой стих «Слово Бога к трем друзьям Иова». «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елефазу, фимонитянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Тут очень много непонятного. Иов отрекся от своих слов. Но при всем при этом он говорил более правильно, чем нежели его друзья. И слова его друзей тоже содержат в себе частично истину, и они цитируются в догматических текстах церкви. Все не так просто. «Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Иов. Вот это ответ Бога на вопрос, почему надо молиться святым и спрашивать их молитв за нас. Святые, в отличие от нас, простых людей, которые только переживают святость в таинствах церкви, фрагментально, они стяжали святость. И для того, чтобы Бог простил этих друзей Иова, они должны пойти к Иову. И мы прибегаем к святым, чтобы умилостивить Бога. И спрашивать через святых себе прощение «И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму». Потому что он сподобился боговидения. Он видит Бога, Бог видит его. Здесь все очевидно. В случае с Авраамом, когда Авемелеху было сказано «Попроси Авраама, чтобы он помолился за тебя». Это сказал Бог. Бог принимает молитву тех лица, которых он созерцает, которые сподобляются боговедения и боговидения. Ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И хотя в словах Иова тоже были обнаружены некие телагумены, то есть частные богословские мнения, от которых Иов и отрекся, как и в творениях отцов церкви, тоже находим там разные телагумены, но в целом отцы церкви дают нам правильное разумение путей Божьих и своим ходатайством за нас обретают для нас спасение. Далее говорится о действии трех друзей Иова в ответ на Божье обращение к ним. Об этом девятый стих. «И пошли Элифас Фемонитянин и Филдад Савхиянин и Сафар Намитянин и сделали так, как Господь повелел им и Господь принял лице Иова». Здесь мы не видим четвертого, который проводил такие сложные диалоги с Иовом, пытаясь смутить его. Но далее. Далее мы видим восстановление дома Иова через его молитву за других. Это очень важная тема, ее надо понять. Об этом с 10 по 16 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих». Как это может быть связано? «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих». «И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». На самом деле благословение других и молитва за других прежде всего обеспечивает самому молящемуся за кого-то или благословляющему кого-то то, что он испрашивает для других и на что он готов их благословлять. Это закон духовной жизни. Поэтому здесь одно поставлено в зависимость от другого и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. Не за себя, за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И в книге Бытия 12 глава 3 стих это раздел Торы Лех-Леха о призвании Авраама. Мы находим такие слова. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные». Итак, Бог говорит, что Он благословит тех, которые благословляют. Теперь нам понятно, почему здесь сказано «И возвратил Господь потерю Иова, когда Он помолился за друзей своих». Когда мы молимся и желаем блага любому человеку, мы обязаны молиться и за обижающих нас, благословлять проклинающих нас, без этого нет христианства, то мы получаем то, что и спрашиваем для других. А если мы желаем им поражения, гибели, то мы сами переживем поражение, позор и гибель. И в первом послании Петра 3 глава 9 стих сказано «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Оказывается, мы должны благословлять тех, кого считаем врагами, чтобы самим сподобиться благословению. Здесь прямо сказано «чтобы наследовать благословение». И теперь мы читаем, что происходит восстановление дома Иова. Тогда пришли к нему все братья его, все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по Кесите и по Золотому Кольцу. А мы их не видели раньше. Только одна его безумная жена приходила, похоже, она сошла с ума от горя и говорила ему «похули Бога и умри». Бог меняет отношение других людей к нам, когда мы меняем отношение к ним и начинаем молиться за них. «И благословил Бог» Я сейчас прочитал 11 стих, теперь 12. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча пар валов и тысяч ослиц, и было у него семь сыновей и три дочери, и нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третий Керен Гапух». К сожалению, я не обратил внимания на эти имена, когда готовился к этой лекции. Конечно, это благословенные имена, которые выражают радость о тех переменах, которые произошли в его жизни. Далее 15 и 16 стих. «И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет, то есть после всего того, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода». То есть он созерцал своих прапраправнуков. Благо от Бога – это забота Творца о своих. В Евангелии от Матфея 19 глава 27 по 30 стих мы находим такие слова. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, то есть Христу, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» И Иисус же сказал им. И ниже, «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». То есть те блага, которые ожидают людей, которые полностью доверяют Богу, они касаются не только будущей загробной жизни, но и настоящей. И во втором послании Петра, первая глава, третий, четвертый стих, мы находим слова, как от божественной силы его, имеется в виду сила Христа, сила его божества, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас, призвавший нас – это Христос, который сказал «Придите ко мне всем», слабою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Это непостижимая тайна в этих словах, но спасенные вводятся в мистическую жизнь лиц Святой Троицы в Богочеловечестве Христа Иисуса, ибо Церковь есть Богочеловеческий организм, тело Христово, а Он глава этого тела. О смерти Иова говорится в 17 стихе «И умер Иов в старости, насыщенной днями». Такая старость называется, например, в книге Бытия «добрая старость», когда и ты, и твои дети все преданно служат Богу. в православной Библии, в русской православной Библии есть и добавочный стих, это стих 18, написано, что Он, то есть Иов, опять восстанет с теми, которых воскресит Господь, то есть прежде, чем Господь воскресит всех, Иов воскреснет раньше с избранными Божьими. О нем толкуется в сирской книге, что жил он в земле Авсетидейской на пределах Эдумеи и Арабии. Прежде же было имя ему Иовав, взяв жену Аравитянку, то есть арабку, родил сына, которому имя Энон, происходил он от отца Зарефа, сынов Исафовых, сын, матери же Васоры, так что был он пятым от Авраама, то есть он потомок нечестивого Исафа. Может быть, терпя страдания, он терпел за весь свой род. Иси цари царствовавшие в Эдуме, то есть он был пятым от Авраама, как потомок Исафа, а потомки Исафа цари. Иси цари, царствующие в Эдуме, какой страной и он обладал первый Валак, сын Виора, имя городу его Денава, после же Валака Иовав, называемый Иовом, после сего Осом, эгемон из Феманитской страны, после него Адад, сын Варада, поразивший Мадиама на поле Муава, имя городу его Гефэм, пришедшие же к нему друзья Элефас, сын Сафана, от сынов Исафовых, царь Феманский, Валдат, сын Омона Ховарского, Сафейский властитель, Софар, Менейский царь. То есть они по этому стиху потомки нечестивого Исафа. Исаф это человек, который презрел благословение Божие за чечевичную похлебку. О нем говорится в книге Сирской, что жил в земле Австидейской около берегов Эфрата, прежде имя его было Иовав, отец же его был Зарев от востока солнца. Итак, сегодня мы окончили изучение книги Иова. Теперь мы должны обсудить главные выводы, какие можно сделать из этой книги. Прежде всего, ответ на вопрос, который был сформулирован еще древними иудеями, почему страдает праведный и благоденствует грешник. В книге Откровения Анна Богослова 3 глава 18 стих сказано «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». золото очищается от примесей свинца и других неблагородных металлов, которые создают объем, обеспечивают вес, но не более того. Страдание, огонь страдания очищает нас от примесей, от шлаков греха и беззакония. Первая причина. Вторая. 1 Петра 4 глава 1-2 стих «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью», то есть ищите страдания плотью, «Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Страдания плоти обеспечивают для нас оставление греха, ибо страдающий плотью перестает грешить, и это оказывается для него толчком, чтобы жить уже не по человеческим похотям, даже по выздоровлению, но по воле Божьей. В книге Псалмов 89-й Псалом 10-й стих мы читаем «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, то есть дни нашей жизни, и мы летим». Почему в Библии труд и болезнь называются лучшей порой жизни человека? Когда человек занимается созидательным трудом, он не тратит время понапрасну, он не тратит время понапрасну. Когда человек болен, давайте вспомним, когда мы были больны, мы произносили перед Богом самые пламенные молитвы, когда мы волновались за себя, за свое тело, мы каялись, очищая свою душу, и это лучшая пора для созидательной жизни и духовного роста. И последнее, что объясняет смысл страданий, это слова Христа, сказанные им на Илеонской горе, претерпевший же до конца спасется. Вот те выводы и те уроки, которые мы можем выучить из этой удивительной книги, которая в наше сложное время объясняет, почему страдают праведники и благоденствуют грешники. Я очень благодарю всех вас за молитвенную поддержку. У нас 42 главы этой объемной книги. Были периоды, когда мы как бы останавливались с вами на какое-то время, потом опять возвращались. Без вашей молитвенной поддержки я бы не смог провести все эти занятия. Теперь я планирую, если буду жив и Господь позволит, переходить к книгам великих пророков. Но это, если на то будет воля Божия, и Господь даст здоровье. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это смутное и тяжелейшее время. Субтитры субтитры Продолжение следует...